Картофель – самый популярный овощ не только в родной Беларуси, но и на всей планете Земля. Пюре, рагу, картошка фри, чипсы, крахмал. Питательная клубня участвует в бесконечном количестве рецептов. Около 220 миллионов тонн в год выращивает только пятерка стран-лидеров по производству картофеля. Это Китай, Индия, Россия, Украина и США. Наша страна занимает в этом списке почетное 11 место. Зато по потреблению бульбы на душу населения мы действительно в лидерах. Один беларус по статистике съедает в среднем 183 килограмма картофеля в год. Однако путь к сердцам и желудкам европейцев вкусный овощ завоевал далеко не сразу. На родине дикого картофеля индейцы выращивали и готовили его культурный вариант несколько десятков тысячелетий. Но когда в 16 веке заморское растение из Южной Америки завезли в Евразию, местное население продолжало уплетать за обе щеки пареную репу и брюкву. Картофель нарекли дьявольским фруктом и посчитали, что он вызывает помешательство и проказу. Потому что вместо клубней в пищу употребляли его ядовитые ягоды. Для серьезного отравления достаточно съесть один-два плода. Чтобы картошка стала своей на огородах и столах, понадобилось несколько столетий и голод из-за неурожая других агрокультур. Овощи зауважали за плодовитость. Обычно из одного семечка вырастает одно растение, а здесь из одного клубня 10 картофелем. В Российскую империю из Голландии корнеплод привез Петр I и разослал губернаторам для выращивания. Те посадили картошку в горшки, после поплевались, отведав несъедобные ягоды и забыли о растении. При Екатерине Великой медицинская коллегия нашла способ помочь голодающим крестьянам Финляндии. Земляные яблоки, кои в Англии картуфелями зовут, наконец распробовали и начали выращивать на полях. Так сложилось, что уже в 19 веке четверть всей картошки для большой империи производили в западной губернии. Позже, по традиции, на белорусских землях растили картошку для всего Советского Союза. Потому-то белорусы и полюбили бульбу так сильно. А началось все 28 июля 1586 года, когда астроном, математик, этнограф и переводчик привез в Англию из экспедиции по новому свету клубни новой овощной культуры. Томас Херриот. Человек, изменивший мир.